Дорогие девочки, всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую мастерскую. Меня зовут Аня. Я продолжаю шить слоненка Тильду. Шью я, как вы знаете, из мягкого американского фетра. Мне очень нравится тот результат, который получается. Здесь у меня пока заколоты такие булавочки, которые я использую как позиционные глазки. Это для того, чтобы как-то оживить образ слоника, чтобы уже увидеть какой-то результат. Далее я пошила одну ножку и одну ручку, а именно вот эти выточки, которые здесь есть, они у меня идеально совпали. Это потому, что я их зашивала вручную и хотела я их пошить за кадром. Но пока я их шила за кадром, я поняла, что здесь, опять же-таки, достаточно много нюансов, которые расскажу. Потому что я знаю, что у тех рукодельниц, которые шьют игрушку, хотят пошить быстро и доходят до какого-то такого этапа, могут возникнуть какие-то вопросы, сложности. И это, казалось бы, очень простая и легкая игрушка в пошиве откладывается на какой-то срок, потому что есть камень преткновения. Непонятно, как шить дальше. Раз уж я и так снимаю сериал, то не буду упускать и этот момент. Выточки вот такие немножко скругленные. Вот, вы видите, по выкройке. Они не прямые, как в голове у слоника, а вот такие чуть-чуть скругленные. Я бы не сказала, что это видно. Ну, вот при результате пошива, что видно, что эта выточка какая-то там скругленная. Ну, вот она такая по выкройке. Значит, я оставила припуски 3 мм вот сбоку. И отрезала лишнее. Вот эти треугольнички отрезала. И далее дострочила припуски. Вот тут до конца. И здесь точно так же. Теперь мне нужно переместить эту выточку на обратную сторону. Для этого я возьму и отмечу булавочкой вот эту вершину. Переворачиваю. Здесь у меня ничего не нарисовано. Возьму выкройку. Вот так вот вершина у меня. Отмечено. И карандашиком отмечу эти линии. Теперь раскрываю. И разутюживаю пока что только пальцами вот эти припуски. С одной и с другой стороны. Немножко здесь отрежу лишнего. Я буду прошивать вместе с припусками. Теперь я вижу вот этот полукруг. Который нужно прошить. И с другой стороны он тоже есть. Прошиваю я вручную и двумя строчками. Почему двумя? Потому что начинаю я с серединки. И иду до конца. И второй раз тоже начинаю с серединки. И иду до конца. Почему не с начала до конца. Потому что пока вы будете его здесь вот шить сначала. Что-то вот здесь вот может поехать сдвинуться. И таким образом. Вот у меня так чуть-чуть поехало. Видите на миллиметр. На швейной машинке. Когда я прошивала этот шов. А я прошивала не со середины. Конечно же я прошивала от начала до конца. И таким образом. Видите. Ну миллиметр. Ничего страшного. Но тем не менее. Если вы хотите идеального результата. И тем более если вы шьете вручную. Начинайте вот с этой серединки. Тогда будет все вот так вот. То есть четкий такой крестик. Ничего не расходится. Не разъезжается. Вот здесь припуски настолько маленькие. Что их только вручную. Вот если на головке еще можно. На швейной машинке. То здесь и в ножках и в ручках. Приходится делать вручную. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот я прошила одну сторону. И теперь опять вкалываю иглу. Из центра. И буду идти вот сюда. Хотела сказать по поводу шва. У нас с вами в принципе только два шва. Которые мы пользуемся. Первый это потайной. Тот которым мы зашиваем отверстие. И второй, которым мы фактически шьем игрушку. То есть если бы вы шили игрушку полностью вручную. Вместо вот этой машинной строчки. То использовали бы шов какой. Ну все называют его назад иголку. Но это не совсем назад иголка. Я вот сейчас хочу вам открыть вот эту книжку. Которую выпустил журнал Бурда. Или Бурда. Уж простите кто как называет. Вообще-то Бурда. И здесь вот показано, проиллюстрировано шов назад иголку. Шов назад иголка предполагает расстояние между вот этими шовчиками. То есть мы вкалываем иглу на 5 мм вперед. И возвращаемся обратно на 3 мм назад. Опять на 5 мм вперед, на 3 мм назад. И расстояние между шовчиками 2 мм. Вы видите, да? Или стежками. А здесь шов вручная строчка предполагает, что расстояния никакого нет. То есть вы вот вкалываете иголку и возвращаетесь вместо прокола. Вот это то, что я сейчас делаю на слонике. Это то же самое, что мы делаем при пошиве мишек Тедди. Да и вообще вот мы просто вручную заменяем швейную машинку. Другое дело, что здесь на картинке показано как бы в одну ниточку. И вот тут так красиво. А при пошиве я всегда беру две ниточки. При пошиве потайного стежка я беру одну нитку. Так выходит аккуратней и незаметней. А при пошиве самого изделия я всегда беру две ниточки. И чтобы совсем было красиво, мы с вами не только следим, чтобы мы пошили вот по этой линии, которую сами же и наметили. Но и чтобы, вкалывая иголочку, мы проходили меж двумя ниточками сзади. Вот для этого мы и берем двойную нитку. Потому что в одну строчка получается немного рыхлая такая. Это важно именно для игрушек, потому что мы их не просто шьем, мы их еще потом набиваем холофайбером. Вот эта ножка немножко раздувается, но и нам нужен такой крепкий шов, чтобы он держался. А крепкий шов это вот именно в две нитки. И обратно выводим иглу и смотрим, чтобы как бы игла попала меж двух ниточек. Я сейчас вообще приближусь сильно-сильно. Вот, между двух ниток. Если вы за этим следить не будете, тоже как бы не критично. Вот так, видите? Игла проходит вот не рядышком, а именно попадает между двух ниточек. Когда делала ролик «Зайка в скорлупе», я вам там показывала, шила, ну вот просто там, да, на обум, как бы не следя за проходами иглы. И рядышком тоже делала шов и как бы следила за всем. И видно, что шов аккуратнее, когда вы все-таки вот прокалываете там, где. Вот так. Я надеюсь, видно. Можете там тоже глянуть. Если для вас это, ну, очень, очень муторно следить за этим процессом, чтобы он был вот именно таким кропотливым, то упрощайте себе работу. Можете за этим не следить. Но как бы шить в две нитки, я считаю, обязательно. Ну и стараться, чтобы игла вот, вот, игла отсюда вышла. И фактически вот в эту же точку, откуда она вышла, там мы и вкалываем, и делаем следующий прокол. Вот, все, я закончила. Делаю узелочек. Отрезаю. Вот так получилось. Можно вывернуть, проверить. У нас получился идеальный крестик. То есть, вот она выточка, и вот основная линия, и вот они сходятся в точке, потому что я шила именно от центра к концам. Так, что мне теперь нужно сделать? Сделать несколько рассечек. Вот, в этих местах скрупления можно взять ножницы зигзаг, можно вручную. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Вот так получается. Я сделала рассечки только в местах скругления, а там, где просто прямые линии, так и оставила. Выворачиваю, утюжу и только после этого буду набивать. Пока я шью вторую ножку, хотела сказать о том, что вы можете вот эти припуски не прошивать. То есть вот вы их отгибаете и прошиваете без припусков. В таком случае, сейчас я немножко прошью и скажу, что я тогда делаю. Вот смотрите, вот основная линия, не выточка, а именно припуск основного изделия. И я немножко отрежу вот этот конец, не доходя пару миллиметров до строчки. То же самое с другой стороны, вот именно там, где основа изделия. Вот так, чтобы избежать лишнего утолщения. Либо можете шить вместе с припусками. Я думаю, что здесь не будет какой-то ошибки. Просто, что вместе с припусками будет немножко потолще. Сам узел вот такой вот достаточно плотный, толстый. И в пошиве игрушек я не думаю, что это как-то сильно отобразится на результате. В пошиве одежды 100% вот такие утолщения нужно убирать. Вот, но как бы это игрушка, и я не вижу ничего страшного, чтобы прошить вот так вот вместе с припусками. Вот здесь вот можно, если убирать утолщение, вот мы прошили полностью. И вот здесь вот такие вот тоже треугольнички можно поубирать. Чтобы было меньше. Вот уже меньше толщины. Ну вот так. Смотрите, как вам удобней. И так, и так, я думаю. Вот смотрите, здесь совсем нет толщины. Вот тут совсем хорошо. Ну, здесь чуть-чуть, конечно же, видно, да, что припуски прошиты. Выпуски прошиты. Еще по-другому. Если вы еще сомневаетесь, утюжить детали или нет, то однозначно я буду призывать это делать, потому что это напрямую влияет на результат. Плюс ко всему разглаживаются не только шовчики, но и сама ткань. И при набивке, точнее после набивки, после того, как вы набили деталь, уже вот так вот по ней проходиться утюгом, я думаю, не стоит. Лучше это делать до набивки. Вот до набивки разутюжить все шовчики, вот здесь вот все выровнять, уложить и вот так вот пройтись по всем деталям. Я напомню, что обычно я набиваю игрушку шариками холофайбера, почему-то именно с этим наполнителем у меня крепкая дружба, в отличие от синтепона или синтепуха. При этом шарики укладываются в любую форму, очень сильно раздувают игрушку и когда игрушка пошита из хлопка, то она как, знаете, вот натяжка, такая барабанная натяжка, то есть я набиваю плотно. А здесь из-за того, что это фетр и это очень пластичный, податливый фетр без каких-либо заломов, да, американский, мне удалось набить игрушку достаточно мягко. Вот смотрите, я могу ее вот так вот сжать и она не теряет форму, то есть она и мягкая и не теряет форму. Если бы я также мягко набила, например, игрушку из обычного хлопка, хлопка тильда, то она была бы у меня очень вяленькой, то есть она бы, тут уже были бы складочки, какие-то морщиночки, вот особенно в районе шеи. А здесь, ну я думаю, что это вот заслуга именно фетра, его толщины, его пластичности, его схожести там, допустим, с шерстяной тканью, да, он такой теплый, мягкий, при этом держащий форму. И сравню сейчас с обезьянкой тильда, вот она как раз таки пошита из текстиля, вот эта ткань тильда. И здесь я набивала плотно, то есть игрушка из этого более тяжелая, ну и здесь тоже. То есть здесь мягкости больше, вот прямо я могу сжать вот так вот это тело. Здесь я так сделать не смогу, здесь я так натрамбовала. Так, мне кажется, это еще один плюс именно в пользу американского фетра. Я не знаю, как будут выглядеть тильдочки куклы из фетра. Я еще сама не шила, не пробовала. Но скажу, что герои, такие как слоненок, обезьянка и прочие именно животные, красиво смотрятся. Мне нравится вот такой результат. Набивка прошла успешно, при этом я набивала чуть-чуть плотнее вот здесь внизу, чтобы сформировать некую такую стопу. Не зря же мы вот эту вытачку делали. Если есть вытачка, значит есть некая форма. В случае с головой вот эта вытачка дает нам форму шара. Потому что если бы на голове вытачки вот этой не было бы, я бы смогла голову вот максимально набить вот так. А так я могу и придать форму вот такого шарика. Ну и здесь, соответственно, вот некая стопа, да, все-таки у слона такие стопы большие. И также сверху я не стала набивать плотно, вот еле-еле чуть-чуть набила. Либо можно совсем не набивать, потому что фетр имеет свою толщину. Для чего? Чтобы руки не торчали вот слишком сильно, чтобы не было вот таких торчащих бицепсов. А все-таки руки были больше прижаты к телу. Плюс ко всему, я еще не знаю, как я хочу пришить руки. Дело в том, что Тильда нам рекомендует пришивать таким пуговичным креплением, но без пуговиц. Я сейчас найду этот листик, вот он. Вот так, видите, здесь просто такие крестики нитками. Возможно, потому что пуговицы и дети это вещи несовместимые. А может быть, ну не знаю, пуговица еще добавляет еще сюда больше толщины. И, ну не всегда это смотрится уместно. Поэтому вот еще думаю над этим моментом. Тем более, что в обезьянке я пришила вообще вот просто потайным стежком. И ножки точно так же. То есть, видите, я их даже опустила вот так вот вниз, а не сбоку. Вот здесь они пришиты именно сбоку тела. Я пришила их вот так вот внизу тела. Тоже смотрится отлично. И вы видите, потайным стежком как бы присобрала. Все крепко держится, ничего не отвалилось. При том, что у меня обезьянка, она висит все время. То есть, у нее такие цепкие вот эти концы, ладошки, да. И ноги точно так же, вот они такими крючками. Она действительно очень цепкая, хорошо держится. Она у меня постоянно висит. И, как видите, форма осталась. То есть, ничего не повредилось, не оторвалось. Вот, поэтому, ну думаю, думаю, как я еще буду пришивать именно слоненка. То есть, можно было бы пришить и вот так, а можно пришить вот здесь, вот по середине ручки. Если уже брать совсем такую подвижную игрушку, то есть, чтобы она крутилась хорошо туда-назад, я думаю, здесь было бы даже уместно шплинтовое крепление, как на мишке Тедди. Но это подразумевает дополнительные определенные затраты на диски и прочие элементы. Поэтому до этого, может быть, как-то экспериментами в будущем дойду. Пока что вот пришиваем как бы просто нитками. И все, что нам понадобится для пошива такого эксклюзивного, это вот такая вот длинная игла. Это иглы для игрушек от фирмы Prim. Они продаются в наборе. И у меня таких в наборе три иглы. По-моему, это средний размер, если я не ошибаюсь. Каким образом посмотреть, подходит ли вам эта игла, вы просто вот так вот протыкаете и смотрите, или иглы хватает, чтобы пришить, чтобы игла не потерялась там внутри набивки. Вот так. Теперь мне осталось зашить пять отверстий. Вот таких. Все их буду зашивать по одному принципу и покажу, наверное, на примере тела. Тут просто самое большое отверстие. Я возле себя еще держу холофайбер, потому что во время того, как я буду зашивать, у меня будет возможность донабить именно вот этот участок тела. Если мне будет казаться, что вот тут мало набивки. Зашиваю потайным стежком. Беру иголочку с ниткой. Нитка в одно сложение. Если я беру нитку в два сложения, иногда потайной шов получается достаточно грубым. Поэтому всегда зашиваю в одну ниточку. Делаю на конце узелочек. Вставила вот на один шовчик. Чуть-чуть раньше как бы начинаю свою строчку. И делаю стежок 2-3 миллиметра с одной стороны. 2-3 миллиметра с другой стороны. И таким образом прохожусь 4-5 раз. После этого я стягиваю вот этот шов. Если стягивать вот после каждого раза, то есть я сделала стежочек. И после этого я попытаюсь стянуть шов, то это бесполезно, потому что он сам по себе, видите, распускается. Поэтому делаю вот так 4-5 раз и потом стягиваю. Я вижу, что здесь у меня немножко провисает ткань, поэтому я немножко добавлю набивки. Поехали. 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 У меня нет труб. до 100 человек не хотят. Поехали. У меня нет трубу. Я кл kept называется 12-30 по году. Не купит ничего. ú меня нет третий��. У меня вот эту пour. У меня нет. Поехали. som Warm War to всплеском. в конце делаю небольшой узелок теперь вывожу иглу немножко в сторону чтобы спрятать конец нитки в набивке натягиваю нитку и отрезаю конец вот такой потайной шоу его не видно особенно на фетре ну и последнее чтобы я хотела упомянуть в этом видео это ушки вот есть у меня такие заготовки посмотрите как слоник уже ожил вместе с ушками какой он симпатичный и я говорила что буду думать над тем или в эти ушки я буду вставлять ну какой-то утеплитель обычно это у меня slim tex это вот такой вот тоненький утеплитель это плотность 100 самый тонкий и его я добавляю для мягкости но решила ничего не добавляйте стать все как есть просто из-за толщины самого фетра то есть фетр достаточно плотненький тут и его еще две детали и соответственно он очень классно держит форму так что сюда вот внутри ничего добавлять не буду опять же в сравнении с обезьянкой сюда в ушки я тоже ничего не добавляла и в итоге эти ушки они конечно же держат форму но скорее благодаря выкройке то есть благодаря тому что здесь достаточно много ткани но если взять вот такие вот маленькие вот ушки поменьше для собачки вот сюда все таки я добавила вот этот slim tex чтобы ушки были ну мягенькие и все-таки немножко держали форму потому что но здесь они чуть-чуть такие слишком слишком мягкие вот так что вот результат где использован обычный хлопок но сюда я ничего не добавляла вы видите такие и вот более как бы держащие форму ушки при том что там внутри есть вот такой вот slim tex и сюда я ничего добавлять не буду это я показываю просто для сравнения как я шью из разных материалов если вам вдруг интересно на этом я пожалуй закончу это видео я думаю как шить потайным швом вы уже знаете это все я прошу за кадром и не буду занимать лишнее время и следующем видео будем собирать всю игрушку спасибо большое что посмотрели и до следующего видео всем пока